Продолжение следует... Как обстоят вообще дела со свободой слова? Нужна ли свобода слова крымчанам? А если нужна, то почему нет массовых протестов по поводу ущемления свободы слова? Поводом к нашей беседе стали события начала и середины марта, когда работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пришли с обысками к двум крымским украинским журналисткам. Подробнее об этой ситуации, а также о реакции Украины, на эти обыски в нашем сюжете. Уголовное дело российских спецслужб, в котором фигурируют крымские журналистки Наталья Кокорина и Анна Андреевская, является прецедентом, который может угрожать другим журналистам, не согласным с российской аннексией полуострова. Об этом заявляет руководитель Центра журналистских расследований Валентина Самар. Напомним, в этом издании опубликована статья, на основании которой журналистке Анне Андреевской вменяются публичные призывы к посягательству на территориальную целостность Российской Федерации. Статья 280 Уголовного кодекса России. Я нагадаю, що ця стаття була введена в Кримінальний кодекс Росії відразу після анексії Криму. І, власне кажучи, для того, щоб зупинити будь-які згадування про цю історичну для Росії подію, до кримінально караних діянь було віднесено і публічні заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Насправді ж, мова йде про невизнання анексії. Нормы указанной статьи Уголовного кодекса России на практиці ще не применялись. Случай з кримськими журналистками – перший. Експерты опасаються, що ця статья може стати механізмом давління не тільки на Анну Андрієвську і Наталью Кокорину, но і на інших журналистів, які працюють не тільки в Криму. Таким чином ми можемо казати, що після цього прецедента ФСБ чи інші правоохоронні органи Російської Федерації можуть тепер відкривати кримінальні справи будь-якого журналіста в Україні чи в іншій країні і до будь-якого видання, яке може писати про те і ставити під сумнів законність приєднання Криму На данный момент журналистка Наталья Кокорина, которую задерживали і допрашивали в ФСБ, в уголовному делі імеє статус свідетеля, а автор матеріала о волонтірах батальйона Крим, ставшого причиною возбуждення дела, Анна Андрієвська – подозріваємая. От задержання последнюю спасає только то, що она знаходиться в Києві, куди уехала після российської аннексії Крима. По мнению експертов, це дело є предупреждення для всіх кримських журналистів. Обиск в квартирах двох сотрудників Центра журналистських розслідувань – це продовження общої політики, яка производиться на території Крима, політика віддавлювання всіх неугодних, політика затыкання ртів, політика зробити так, щоб у кримчан даже і мисля не відникло, що можна какая-то інша точка зрення на события, які в Криму. С момента российської аннексії Крима правозащитники зафіксували на полуострові більше ста случаїв нарушення прав журналистів. В тому числе 38 нападень і 13 задержаний і похищений. С 1 апреля жіння представителей СМІ в Криму значительно усложнится. С цього дня на оккупированному полуострові будет запрещено работать всем, кто не получив российскую регистрацию. Таким образом, оккупационные власти стремятся к тому, чтобы не оставить крымчанам никакой альтернативы российской пропаганде, заполонившей местные теле- і радиоэфиры. Ви смотрите программу «Фрик Раймия» в нашей студії Тарас Березовец. Тарас, я не буду спрашивать вас, для чего это делают крымские самопроизглашённые власти. Я хочу вас спросить, насколько удачно они делают с технологической точки зрения, затыкають рты неугодным? Ну, собственно говоря, технологія – это уже не нова. Я думаю, мы её с вами точно памятаем, как медичики. То же самое происходило с очисткой информационного поля в самой России, как только Путин стал президентом, избранным законом в апреле 2000 года. Первое, что он сделал, вы помните, он забрал фактически у «Газпром-медиа», канал НТВ, и коллектив телеканала фактически был разогнан в абсолютном большинстве. И сегодня эти люди либо являются политическими беженцами, как тот же Дисвин Киселёв, Шустер, мы знаем, работающий в Украине, или же они сегодня стали рупарнями крымчанской пропаганды, работая на каналах «Первый» и «РСЕ-24», «Раша Тудэй» и тому подобное. Поэтому это очень серьезная технология, действительно, потому что, смотрите, когда полностью защищается информационное поле от альтернативной информации, конечно, людям совершать свое представление, даже при наличии современных средств массовой информации, таких как социальные сети, интернет, все равно очень сложно, если день ото дня в телевидении толдычат одно и то же, по неволе эта информация, человек ее начинает ей доверять. Даже если человек не специально смотрит телевизор, он просто каким-то образом, как фон информационный какой-то, у него включен, все равно это где-то откладывает свой отпечаток. Это такая машинка ненависти, при этом Путин, помню, на встрече с представителями еврейских общин в 2014 году, не стесняясь, похвалил господина Геббельса, автора, автора нацистской пропагандистской машины, он сказал, что он был талантливый человек. И я могу сказать, что те методы пропаганды, которые Россия сегодня использует в своих СМИ, иногда это как бы идет прямая калька с методом нацистской пропаганды, в частности, использование лжесвидетельств, то есть до этого не додумывались даже творцы советской пропаганды, то есть когда там выпускаются в эфир женщины, какие-то якобы беженки, они даже не могут запомнить название Донецкой области, мы из Донской области, значит, и вот у нас здесь наемники чернокожие, по-польски разговаривают, на американском, даже не на американском языке разговаривают, то есть это все, к сожалению, вот эти приемы, их активно использовала именно нацистская пропаганда в 30-х, 40-х годах. Хорошо, Тарас, смотрите, есть достаточно большое количество информационных источников на русском языке в Украине, есть телеканалы, которые вещают на русском языке, но в России они не пользуются какой-то, знаете, большой популярностью. На ваш взгляд, почему? Ну, знаете, я думаю, мы должны реалистично смотреть на нынешнее российское общество, оно само хочет получать такую информацию, то есть, знаете, обманывать меня не нужно, я сам обманываться рад. Это можно называть там имперским шовинизмом российским, можно называть там какими-то там отголосками еще советского мышления, но это абсолютная правда, россияне хотят получать информацию, и они хотят верить в то, что Россия является великой страной, и именно поэтому им нравится, и они верят вот тем средствам информации, которые есть у них, потому что те, кто этого делать не хотят, они либо уезжают, мы знаем, отток, скажем так, интеллектуальной элиты за прошлый год из России побил все рекорды, начиная еще с советских времен, то есть, не было никогда такой цифры, и либо они не согласны, то есть, это те самые 14%, да, которые не поддерживают политику Путина. Хорошо, ну, бог с ней, с той России, да, я хотел задать вопрос именно в отношении больше крымчан сейчас, вот те крымчане, за которых мы боремся все, да, здесь на Украине, за их, потому что на самом-то деле война происходит там не за территорию, а за людей. Вот как рассказать тем крымчанам, что то, что им говорят по российскому телевидению, это неправда, как их привлечь украинскими средствами массовой информации? Я считаю, что должны быть методы мягкого информирования, мы должны вовлекать людей максимально в свою сферу информации, тем более, что они все равно, несмотря на то, что они могут сейчас испытывать, там, какие-то не совсем приятные чувства в отношении Украины, они продолжают смотреть наши СМИ, социология, которую мы проводили, это подтвердило, там, наиболее массово смотрибельные каналы, это Интер 37%, потом идет СТБ, ICTV, 1 плюс 1, то есть, это достаточно... из украинских телеканалов, из украинских телеканалов, то есть, совокупно, свыше половины крымчан, половины крымчан смотрят еженедельно украинское телевидение, плюс они считают украинские сайты, и работа таких вот СМИ, допустим, как Ваша, каких-то интернет-проектов, в том числе, вот мы запустили недавно свой проект, который называется Free Crime.ua, где будут, скажем так, информация поддаваться, ну, в спокойном ключе, то есть, эти люди, скажем так, это информационный вирус, и вирус можно вылечить только серьезными, да, антибиотиками, то есть, надо действовать достаточно, скажем так, решительно, но при этом не вдаваться, знаете, вот есть, говорят, ватники называют, адептов кремлевской пропаганды, есть вышиватники, те люди, которые в Украине являются, собственно, их там, зеркальными антиподами, поэтому, то есть, здесь важно людям доносить информацию на максимально мягком ключе, они хотят эту информацию получить. Тарас, смотрите, есть одна большая сложность, российские журналисты могут спокойно приезжать в Украину, работать здесь, им аккредитации для работы вообще не требуется, да, только если ты хочешь в какие-то органы власти, да, попасть там, то тогда да, а так просто для работы в Украине не требуется. В то же самое время журналисты украинских средств массовой информации для работы в Крыму обязаны аккредитироваться в российском МИДе, да, либо, вот как шла речь в сюжете, там, с 1 апреля даже будет запрещена работа большинства украинских, крымских средств массовой информации, да, как решить эту проблему? Ну, во-первых, не совсем так, потому что Украина тоже предприняла ряд ответных шагов, во-первых, есть список из свыше 200 фамилий российских журналистов, наиболее одиозных, которые, ну, просто являются, будем говорить, они не журналисты, они просто адепты крымской пропаганды, им запрещен въезд, во-вторых, Верховная Рада отменила, запретила регистрацию ряда самых одиозных российских СМИ, не могут туда попасть, и, во-вторых, сегодня, мы знаем, введены законодательные ограничения, принятые Верховной Радой, недавно, согласно которым, будет, ну, это не журналистик, но, тем не менее, был запрещен показ, скажем так, наиболее таких вот одиозных, шаминистических сериалов, фильмов, российского производства, но, безусловно, Украина намного более свободная страна, мы никогда не пойдем на то, чтобы полностью запретить или там загнать какие-то жесткие рамки действий на странных СМИ, в том числе и российских. Огромнейшая проблема, я согласен с вами, теперь получения достоверной информации, тем более, это, в первую очередь, касается телевидения. Если еще статью каким-то образом под псевдонимом крымский журналист вам напишет, что делать с видеоконтентом. Поэтому, я считаю, мы должны способствовать развитию, в том числе, гражданской журналистики, то есть, та информация, которая спишется на мобильные устройства, да, вот, и работать надо в теме микрогрантов. То есть, условно говоря, те крымчане, которые работают, они могут там открывать свои блоги под какими-то псевдонимами, да, и получать финансирование от украинских международных грантовых организаций, конкретно, через WebMoney, PayPal и иными способами, для того, чтобы они элементарно могли обеспечить свою профессиональную деятельность. То есть, надо искать новые методы, будем так называть, партизанской информационной войны. В конце концов, даже те страны, где идет гражданская война, Сирия, там такая журналистика гражданская, она существует. То есть, ну, значит, будем работать из-под поля. Хорошо. Что делать? Ну, это один вариант решения этого вопроса. В Украине уже больше месяца существует Министерство информационной политики. Министр был назначен ранее, но министерство заработало всего лишь только один месяц назад. О том, чем будет заниматься это министерство и как оно будет работать с Крымом в нашем следующем сюжете. Спустя год после того, как Россия оккупировала Крым, практически полностью отрезав его от украинского вещания, крымчанам обещают вернуть возможность получать информацию альтернативную российской пропаганде. Министр информполитики Украины Юрий Стейт намерен прорвать информационную блокаду полуострова. Если мы говорим о тех патриотах, которых там тоже большое количество, которые, оставшись там, рискуют не только свободой, но и жизнью, то у нас есть отдельная программа, которая надеется, что мы сможем это не месяц, это большее, но мы сможем ее реализовать, и в том числе накрываясь сигналом как минимум о северной территории Крыма. Как именно это будет происходить, Стейт пока не уточняет. В профильных украинских ведомствах об этом пока тоже говорят лишь теоретически. Сделать мощнейший передатчик и влупить на весь Крым. Можно спутник. Они, кстати, вещают, их заглушить практически невозможно. У нас освобождается несколько спутниковых лицензий, и это как раз недорого. Зура Полосания также сообщил, что в НТКУ для обеспечения крымчан украинским вещанием планируют создать телеканал в Херсоне, граничащем с оккупированным Крымом. Он должен объединить крымско-татарскую и украинскую редакции и вещать на территории полуострова при помощи спутника. Если мы говорим о цифрах, то, пожалуй, на базе того, что уже сейчас есть в Херсоне, можно потратить дополнительно миллионов 5-6 для перезапусков, гривен, не долларов, перезапустить, переформатировать, людей подсобрать. В год это будет обходиться примерно миллиона 2,5-3 гривен же. В крымском журналистском сообществе вопрос целесообразности создания такого телеканала за счет бюджетных средств вызвал дискуссии. Кроме того, что на территории материковой Украины и так работают несколько крымских медиапроектов, неизвестно, где создатели телеканала будут искать квалифицированные кадры. Ведь крымские журналисты еще несколько месяцев назад разъехались по разным регионам материковой Украины. Походимость такого канала очевидна. То есть, конечно, что он нужен. Нужен такой канал. Другое дело, нужно продумать, каким образом он будет работать. Вопрос с Херсоном надо было решать год назад. То есть, в мае, в июне это можно было сделать. В Херсоне еще можно было запустить и с кадрами обеспечить. Сейчас это маловероятно. По мнению журналистов, подобные проекты с миллионными сметами вызывают вопросы еще и потому, что в современных реалиях легко могут стать способом откачивания средств из бюджета под предлогом противостояния российской пропаганде, борьба с которой продолжается в Украине почти год. После того, как под ее воздействием сначала был аннексирован Крым, а затем развязан военный конфликт на Донбассе, парламент запретил трансляцию в отечественном пространстве пропагандистских фильмов и программ. А в окружной админсуд Киева был подан иск о полном запрете трансляции в Украине российских телеканалов пропагандистов. Это преступление против Украины и что это стимулирует междунациональную враженностью, что это стимулирует, что это загрожает безопасность людей, что это стимулирует сутки международных в Украине. Нам важно действительно минимизировать российскую пропаганду как в Украине, так и в Европе, потому что они формуют думку о том, что Украине. Пока профильные ведомства Украины пытаются обеспечить информационную безопасность страны, под воздействием российской пропаганды продолжают оставаться регионы Донбасса и оккупированный Крым. Эксперты отмечают, даже если проекты по возобновлению украинского вещания в этих регионах начнут работать, реальный эффект от них может появиться лишь через несколько лет. Вы смотрите программу о фрикроме. В нашей студии Тарас Березовец. Тарас, вы разделяете эту точку зрения, что реальный эффект может появиться только через несколько лет? Я думаю, что это как минимум преувеличение. Почему? Потому что мы видим, что в североссийском телевидении удалось переводить часть наших граждан в зомби-кремлеботов меньше, чем за год. Я думаю, что в принципе объективная информация обладает намного большей силой и бороться с ними такой же пропагандой совершенно бесполезно. Мы никогда не победим машину, которая настраивалась десятилетиями. А по сути российская система пропаганды никогда не прекращала этот период постсоветский никогда не прекращался. У них это все работает десятилетиями. Поэтому я не знаю, надо ли здесь изобретать сегодня велосипед. В части создания этого отдельного телеканала у меня есть огромные сомнения. Тем более, что это даже не комплимент. Есть черноморская телерадиокомпания, которая всегда работала на полуострове. И она многим крымчанам известна и понятна. То есть новый телеканал, ему действительно придется потратить уйму времени, как минимум несколько лет до того, чтобы хотя бы просто объяснить, что он такой есть. Поэтому, если речь идет, я больше верю, знаете, в силу коммерческих проектов, не государственных. И они будут намного более, скажем, из точки менеджмента и управления, намного более эффективны и мобильны, чем государственные. Тарас, но смотрите, есть всегда у зрителей, есть нишевые каналы, есть там общенациональные каналы. Почему, на ваш взгляд, вот эти общенациональные каналы, они про Крым вспоминают, знаете, так вот, ну там, годовщине оккупации, например, вспомнили. А так, чтобы вот постоянно тема Крыма была, потому что, ну, такого нет, а это важно очень. Потому что все, все эти телеканалы имеют частных собственников, это крупнейшая бизнесменная страна, и эти люди элементарно, а, не хотят ссориться с российской властью, потому что у них есть какие-то активы на территории, либо Крыма еще не отобраны, или Российской Федерации, плюс, им это непонятно, ну как бы зачем, нет государственного запроса, запрос от государства от власти должен быть. Ребята, если Крым, мы его возвращаем, это наша национальная идея, тогда уже начинают работать и интеллектуалы, как бы и журналисты, а олигархи, они рефлексируют на эту ситуацию. И самое главное, это вопрос, как бы финансовый. Для олигархов это непринципиально, они могут выделить и 3,5 миллионов долларов на такой проект, но они должны понимать, зачем это, то есть для этого государство должно им четко прийти и сказать, ребята, мы этого хотим от вас. И тогда вот такие программы могут появиться на общенациональных каналах, конкретно посвященных Крым. Хорошо. Значит, очень важно, да, о том, как изменялись настроения крымчан в течение года. Исследовали в том числе, значит, исследовали вы, но исследовали российские, значит, извините за тавтологию исследователи. Перед годовщиной аннексии российские, значит, российские социологические службы опубликовали результаты своих исследований. Вот эти результаты мы сейчас узнаем, а также, как их прокомментировали украинские специалисты. Пожалуйста, сюжет. Большинство крымчан не жалеют о выборе, сделанном год назад. И нынешняя ситуация в Крыму их вполне устраивает. Об этом заявляют представители Всероссийского центра изучения общественного мнения. Годовщине оккупации полуострова они представили в Симферополе результаты своего соцопроса, проведенного в начале февраля и посвященного годовщине нахождения Крыма под контролем России. Вот мы спросили крымчан, как вы в целом оцениваете вхождение Крыма в состав Российской Федерации? Положительно или отрицательно? 91% зеленая, вы видите, зеленая доля сказали, что скорее положительно оценивать вхождение Крыма в состав России. Скорее отрицательно только 5%. Вы теперь затруднились ответить. По мнению экспертов, ожидать других ответов на данный вопрос в регионе, где непризнание аннексии Крыма является уголовным преступлением, не следует. В этом плане данный опрос очень похож на исследование, проведенное в феврале социологической компанией JFK Украина. Согласно ему, российскую аннексию Крыма поддерживают 82% крымчан. Однако затем, в честности ответов на этот вопрос усомнились даже сами авторы исследования. Вообще в Крыму на самом деле не бессмысленно проводить любые опросы, потому что в условиях оккупации все ответы будут очень сильно деформированы. Это не научные опросы, это политические опросы, направленные на реализацию конкретно каких-то политических целей. Это не является социологией. А вот Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения все ответы крымчан принимает за правду и утверждает, что большинство из них поддерживают деятельность самопровозглашенного премьера Сергея Аксенова. Также по данным исследования всего 13% крымчан признают, что их материальное положение за последний год ухудшилось, а 45% заявляют об улучшении своего благосостояния. В целом же уровень жизни на полуострове хуже, чем в регионах России, признают авторы исследования. В общем, если вспомнить данные органов статистики, которые показывают, что материальное положение жителей Крыма существенно хуже в среднем, материальное положение россиян в среднем, то надо сказать, что крымчане беднее, но оптимистичнее россиян в целом. Сами крымчане о своей жизни в российских реалиях говорят так. Скажем, с учетом подражания всеобщего, да, скажем, материальное положение, оно осталось на том уровне, на котором оно было, но хуже не стало. Возможно, возможно, улучшилось, но, скорее всего, оно улучшилось исключительно после упрещения, потому что я стал прикладывать больше усилий, для того, чтобы оно улучшилось, а не потому, чтобы мне кто-то помог. Сейчас все правительства. Самое главное, что копейку добавил. Вот сейчас зайду, на льготную, хотя это, хотя 1720, этого лекарства, мне отрос, ног и всего, так они же доступны, там льгота есть. По мнению экспертов, с помощью соцопросов, подобных проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, в обществе пытаются сформировать позитивное отношение к оккупационным властям Крыма. Реальную же ситуацию о жизни на полуострове можно узнать, пообщавшись с крымчанами неформально, без камер и записей. Смотрите программу «В рекламе». Тарас Березовец, я задаю ему этот вопрос, Тарас, а вообще на самом деле, каким образом мы узнаем результаты деятельности украинских средств массовой информации украинского правительства в настроение крымчан? Как это изучить и измерить? Я думаю, что на сегодняшний день это сделать уже будет просто физически невозможно, просто потому, что прервана любая связь, в том числе стационарная сегодня с Крымом. Я, к сожалению, действительно должен констатировать, что российская пропаганда сделала невозможное. Она действительно вывернула на изнанку и вытащила, наверное, худшие качества людей. Но, опять же, реальное настроение людей, они, безусловно, будут отличаться от цифр, которые показывают в ЦИОМ. Почему? Потому что, с одной стороны, люди, думающие, понимают, что их могут привлечь к уголовной ответственности, то компания давления, которая в корму идет, она может коснуться любого. Для пенсионеров, действительно, то есть, они могут сказать, что в определенном смысле они стали получать больше, другое дело, с учетом роста цен, вся эта возросшая пенсия, она будет полностью нивелирована. А на ваш взгляд, а какой смысл в ЦИОМ подтасовывать факты? Потому что ведь им же тоже важно знать, что реально думают люди там, в Крыму, а вот эти настроения, или нет? Ну, важно, что? Что Валерий Федоров, собственно, не отрицает того, что Крым живет все равно намного хуже регионов, потому что сегодня это действительно тупиковый регион для России, в первую очередь, транспортном, логистическом. Что касается подтасовывания, ну, мне сложно судить, потому что, исходя из той выборки, которую они делали, я не уверен, что она была полностью репрезентативна. Ну, и, собственно говоря, в ЦИОМ это структура, которая имеет бюджетное финансирование российского правительства. То есть, ее можно рассматривать как официальный орган пропаганды, точно такой же, как Россия-24, или другой. Скажите, пожалуйста, насколько вообще результаты исследований можно использовать как оружие тоже в информационной войне? Ну, вы знаете, в Украине социология используется достаточно активно, но, опять же, когда задаются людям вопросы, например, если идут подтасованные результаты поддержки тех или иных лидеров политических или партий, для людей в Украине это не оказывает решающего воздействия. То есть, я помню, даже цифру, 3% людей всего лишь могут реагировать и верить в эти цифры. В России ситуация намного сложнее, она хуже, потому что там нет альтернативной информации в отличие от Украины, и, конечно же, и на крымчан, и на российское общество эта информация работает с нами. то есть, это действительно один из методов обработки, промывания мозгов. В принципе, если вот им с телевизора скажут, что крымчане, 50% крымчан стало жить лучше, и человек это услышит, он скажет, да, я действительно стал жить лучше. Они не будут критически относиться к этой информации, они будут считать, что так и есть. Смотрите, очень важно, как мне кажется, три момента нам соблюдать. Первое, это все-таки, чтобы Украина получала информацию о Крыме, второе, чтобы Крым получал информацию Украины, Крыме. Вот каким образом, кроме, знаете, я не знаю, там гражданской журналистики, возможно это доносить еще до крымчан? Я думаю, что очень важна прямая коммуникация людей, то, чего на сегодняшний день украинское государство не пользуется. В частности, например, ну вот, как работает в этом плане западное правительство, да, ну, сейчас, например, британцы, не секрет, да, что жители иностранных государств, или британцы, которые прилетают из различных регионов, в аэропорту Хитроу, там, или Гетвик, их встречают представители британских спецслужб, вот, приглашают их на беседу и рассказывают, вот вы там недавно, например, там были в Южном Судане, вот расскажите, да, какая там ситуация с безопасностью, какая там ситуация там с дефицитом и тому подобное, а вот не могли ли бы вы там в следующем при контакте, значит, с вашими там какими-то знакомыми рассказать им о том, что правительство Великобритании, например, доставляет особые там стипендии для студентов из этого региона, они могут переехать, получить образование, то есть, а потом вернуться и уже как бы стать фактически агентами влияния. То есть, мы должны говорить о том, что надо работать с людьми в плане, то есть, есть некие лидеры мнения, они должны работать в социальных сетях, перечислить, для крымчан, да, они должны работать через телевизор, через интернет, а все остальное это должна быть прямая коммуникация с людьми, то есть, должен быть, знаете, вот, помните компания там сегодня происходит, чтобы они не думали, что у нас жители едят снегирей, о том, что здесь пьют кровь младенцев, но я не преувеличу, это так, как об этом говорится на российском телевидении, да, о том, что украинские солдаты убивают, значит, и пьют кровь донецких младенцев, поэтому надо говорить о том, что действительно сегодня нет войны, ну, внутри страны, да, то есть, войну очищает только один регион, да, что здесь нет там засилия правого сектора, радикала, все спокойно, совершенно нормальная ситуация, и вот эта компания, мне кажется, социальная должна быть, ну, и плюс инициатива, то есть, то, о которой говорил наш земляк Сергей Костинский, с известными крымчанами, которые могут стать лицами социальной компании, опять же, ориентированной на крымчан, то есть, здесь важно, если эта компания будет внутриукраинская, здесь нет никакого расхождения, украинцы в большинстве своем определились, они хотят, чтобы Крым вернулся, да, но ее нужно ориентировать именно на крымчан, то есть, эти люди известные, они должны Крыму доносить правильную информацию. Спасибо, но на этом мы, значит, ставим точку в сегодняшнем разговоре, по поводу информации, как общаются в Феодосии, например, сейчас, ну, с горожанами, там очень оригинально поздравили, так называемым, днем воссоединения Крыма с Россией, администрация города, вот сделали такой бигборд, Феодосия, наша сила в единстве, желаю благополучия, процветания, мира и добра, что самое интересное, вы использовали цвета, флага, как-то, в общем, очень интересные, я не знаю, даже какой, наоборот, они перепутали, они перепутали, вот эти две полоски, две полоски, это Чехия или Словакия, ну, в общем, это, по-моему, это французский флаг, на самом деле, то есть, это флаг Франции, то есть, единственное, что там идут вертикальные полосы, полосы, здесь они идут так под наклоном. Значит, может быть, впереди готовят к какому-то другому еще воссоединению. Это зритель проекта Free Crime Mea. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова